Поучаствовать в беседе и ответить на вопросы. Потому что рулетка это место Содома и Гаморры. И что их ждет здесь за это? Я бы так не сказал. Ну, значит, не... Отражение человеческого общества. Ну, так вот, человеческое общество отобразилось как Содом и Гаморры. А почему вы... Да мужчина половина... Дорогой мой, здесь половина мужиков голые лежат. Анонизмом занимаются. Женщины сиськами трясут. А почему? А потому что в Бога не верят. Обольстились временным грехом. Вот почему. А почему? Криневая причина. Почему люди приняли, так сказать, свой императив действий, именно жажду наживы, да, что является грехом? Ну, я объясняю вам сейчас. Выслушайте. Здесь встречаются процентов 90 мусульманий. Это мусульманские ролики. Я говорю, вы-то зачем здесь? Ну, вот познакомить. Кого знакомиться? Я говорю, тебе дома 4 жены, но за каждую надо платить колым. А тут 44 голые даром. И вы, южные жеребцы, пашите. Вы, южные жеребцы, слушайте. На другой вопрос отвечаете. Я отвечаю так. Потому что первая причина самого того, что нрав во всем мире опустился и окно овертона используется для того, чтобы все больше и больше людей к разврату привлекать. Это же очевидно, да, последние десятилетия, на наших глазах, да, это происходит. Что ранки дозволено, все больше и больше ширяются, да. То есть, сейчас же до того дошло, что даже те же католические священники уже и браки принимают у однополой, да, и так далее. Вот эти постоянно идет опускание, опускание моральные, ну, вот мы, да, и так далее. Вот эта вся пропаганда разврата. Причина, я вам говорю причину. Я говорю, какая причина. Не веря в Бога, что будет суд Божий. Только одна причина. И поэтому этот Содом развели, мужик на мужике женится. Содом первый сожжен был. Дождите, смотрите. Допустим, смотрите, допустим, люди не верят в Бога. Но это же не повод начинать заниматься Содомом. Они занимаются вот этим всем ужасом. Для чего? Потому что кто-то им внушил, как это я понимаю. Дьявол. Кто-то им внушил, что... Дьявол, дьявол внушил, дьявол. По поведенному получению удовольствий каких-то. Удовольствий никаких нету. Какие удовольствия тоже подсказывают. Но тем не менее. Кто-то им внушил, что цели в жизни получать какие-то низменные удовольствия. Правильно? Я конкретно вам говорю, причина одна – не веря в Бога. И поэтому, что по природе знают, как бессловесные животные, тем расслевают. Я не могу говорить, вы перебиваете все время. Я не могу на одно предложение закончить. Говорите, потом послушайте. Я понял вашу позицию. Вы считаете, что причина в том, что не верят в Бога. А причина того, что не верят в Бога, это в чем? Грехи. Грехи ослепления. Народ ослепил себя, Господь говорит, и не видит, куда идут пропасть. Библия отвечает на этот вопрос. Я пытаюсь сказать, а вы меня задавливаете. Библия совершенно верно говорит. Я с вами совершенно согласен. Более я вам так скажу. Я и Библию читал. Я Канта читал его труды по исследованию этики. И, в принципе, я полностью с Кантом согласен. Он научно доказал наличие когнитивного императива. Что каждый человек должен поступать так, как он считает, что должно это стать максимой. То есть, в принципе, то, что говорят религии, абсолютно правильно. Это не убивать, не грабить, это не в грехе жить, а в правильности и так далее. Это совершенно нормально. Это Канта доказал. Это естественное состояние для разума. Но почему? Мы это видим. Вы, наверное, да? Я объясняю вам, почему. Общий, культурный уровень, уровень человечности в мире падает. Вы же замечаете, да? Что все больше и больше разврата. Все меньше и меньше, так сказать, все меньше и меньше в моде честь какая-то. Все больше вот это потребление, кичение собственного потребления. Причина-то в чем? Лично мое мнение, да, я на самом деле на мальчий вопрос задаю. Мое мнение, что вся беда в капитализме. То есть как в этой некой системе, которая сейчас в основном весь мир захватила. Причина в нем. Капитализм – корень зла. Потому что в основе капитализма лежит жажда на жив. Ну вы как маленький ребенок рассуждаете. Желаете только доживиться. Это основа. А это грех. В итоге, так как на грехе основано все совершенно современное общество, вот эта общая планка моральная, она все меньше падает и падает. Скоро реально... Одно падает. Понимаете как? Вот давайте сейчас, вы выслушайте. Я исключил из лексикона слово «проблема». Американизм. Зачем? Он не нужен. А как тогда? Нерешенный вопрос. И вот я сейчас перечисляю, подслушайте. Сейчас встречаемся мы, ну, с кем-то. И говорят, а вы знаете, в стране погибло 31 тысяча сел. Деревень. Дальше. Народ необразованный. Дальше. Большая преступность. Дальше. Детей беспризорных 3,5 миллиона. Министр внутренних дел Нургалиев говорит. Я говорю, а что ты сделал для этого? Я не теоретик. Теперь конкретно. Мы получили землю и с нуля строим православное поселение. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одно село. Теперь построили храм, школу государственную, дороги восстанавливали. Все за свой счет. Скотину выращиваем. Дальше. Народ необразован. Я иду и преподаю одновременно в пяти университетах. Тринадцать школ. Пять отделов милиции в городе, городское, краевое. Бесплатно. Бесплатно. Дальше. Детей много беспризорных. Господь мне на сердце положил. Я образую детский лагерь и 48 лет веду. Тысячи детей подняли. Беспомощи государства. Не Путин виноват. Передо мной стоит нерешенный вопрос. Проблемы я не ставлю. Теперь. За то, что я использовал свое время по-другому, чем люди. Я насчитал 50 книг аудио. Меня арестовали и по этапу. Я пять тюрем прошел, лагерь смерти. И там теперь, имея огромный опыт. Видите, мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. О вечности. Где придется проводить вещи после смерти. Когда Господь всех воскресит. Сядьте так, чтобы вам слышать можно было. Вы только не отключайтесь сразу. Я сначала вам ключ отдам свой. Запишите. Игнатий Лапкин. Это мое имя. И вы меня в скайпе найдете. А то уйдете и никакого следа не будет. Запишите себе. Игнатий Лапкин. Напечатайте. А дальше я буду говорить о наших ресурсах. С чем мы занимаемся. С чем мы можем быть полезны для вас. Я с Алтайского края. Город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. И мы сюда вместо разврата пришли людям рассказать о Боге. Тут что попало делается. Вот у нас большой Ютубе канал есть. Называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Канал. В Ютубе. У нас своих роликов там 19 тысяч. Понимаете, что это такое? Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас нет ни одного развода, ни одного аборта. У нас вы увидите, когда зайдете в Ютубе, как одеваются женщины. А у них как хижаб, два платка, платье до пола. Это русская национальная одежда. Как вот мы встречали Рождество, как отдыхают. Вам будет все интересно. Я отмечаю студентам здесь 4124 вопроса, 55 тем. Там все есть. И православие. А некоторые вот я показываю. А я мусульманин. Ну, мусульманин, я говорю, тогда тебе твоя книга вот. Ой-ой-ой, наша книга. Ну, твоя книга, но ты по ней-то не живешь. Вы только пришли сюда, тут 90% мусульман. Половина мужиков раздет. А почему? Разбрат помутил мозги. Мы говорим, что ни один блудник, ни один пьяница, сквернослоп, старство Божие не войдет. А неверующий в Сына Божию будет с сатаной мучиться в огне день и ночь. Это все мы узнаем из Библии. И вот у вас, если будет желание встретиться, узнать больше, вы в Скайп, зайдите в Скайп. Игнатий Лапкин. И я с этой фамилией один на весь интернет. А дальше уже наши ресурсы я скину. У нас сайт есть большой, огромный сайт. Там 50 книг, моим голосом насчитанное. У меня вышло из печати 38 томов книг. И Бог положил нам на сердце подарить библиотеке мира. Из Барнаула мы доехали до Владивостока, а потом до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 остановок было. И подарили в 650 библиотек свои книги. Один комплект книг у меня стоит 750 евро. Мы подарили подарок, сделали в 35 миллионов рублей. Книги имеют особое возрождающее действие. Они на опыте жизни. Что говорит Библия об этом? Вам будет не то, что интересно, а вы увидите, есть жизнь. Я вам мог бы дать советы? Я гляжу, вы молоденькие девчонки, хорошие. Первое, из дома выходишь, трижды перекрестись, как следует. Родители, если дома, подойди поклонись им, как будто ты навсегда уходишь. Скажешь, благословите меня. И никогда, нигде, внимательно слушай, ни в машину не садись, никому на дом не заходи. Теряются взрослые люди. И по одной не ходите, а чтобы или с отцом, или с матерью. Речь идет о десятках тысяч потерянных навсегда. Воруют, увозят. Показали ролик сейчас. Там 430 детей потерялось. И, наконец, поймали их, китайцы. А они с ящиками. И детей убивают. И льдом обкладывают. И в Китай отправляют. Страшно смотреть. Их пинают, там бьют. И говорят, а куда девайте? Ну, сердце, печень. Вы забрали. А куда? Говорят, куда? Съедаем. И все. Даже не верится в настоящее время. Их пинают, бьют. Еще тут матери ревут. А он лежит, как живой. Ну, лед он не сотлел. Почему он один играл? Вот нас дома в семье. Отец у нас инвалид войны с фронта пришел. У нас 5 мальчишек, 5 девчонок в семье. 10 рожевых. И у нас никто не потерялся. Ну, время-то было, конечно, другое. Всегда надо с молитвой ходить. Вот мы молимся. У нас щетки называются. В день молимся 7 раз. И каждый раз по 100 поклонов. И тогда душа с Богом соединяется. Вот представьте, в стране у нас 86% разводов в первые 3 года. В первые 3 года. За время перестройки в Российской Федерации сделано 120 миллионов абортов. Страна погибает. А у нас нет этого. Мы Бога боимся. Мы Бога славим. Для Бога живем. Вот я начальник детского лагеря был. Основал сам лагерь православный. 48 лет фактически. 3 года из них в ином формате, чем раньше. Это полвека. И государство нигде ни рубля не вложило в нас. Мы сами все работаем, выращиваем. Там курицы, там скотина. Все это молоко продаем. И сами храм построили. Школу, дороги. Это огромные деньги надо. Виноват Путин. Виноват Медведев. А ты должен... Это не конструктивная программа. Конструктивная, когда я виноват. А раз я виноват, я начинаю делать. А он виноват. Я лег спать опять. Он нам что будет? Дома строить. А мы сами все делаем. Сами строим. Бога благодарим. Вот сейчас Рождество было. Какой концерт вы на нашем Ютубе найдете? Во свете Библии называется. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Вы можете задавать любой вопрос. Любой. О душе, о вечности, о стране, о будущем мира. Мы это знаем из Библии. Мы знаем, как события мировые будут развиваться. Что денег не будет. Руку показал. Тут чип считали и все. Границ не будет. Одно государство во всем мире будет. Столицей мира будет Иерусалим. Ни Москва, ни Вашингтон. И будет один правитель еврея над всем миром. И будет царствовать 42 месяца. Все. И дальше Господь... Вот вы пьете. Вы знаете, почему пьете? Нигде не пьют столько люди. Вот представьте, я веду занятия. В пяти университетах вел. Восемнадцать лет я не позволил на капитру стакан воды поставить. Это унижает меня. Я человек. Я могу не пить долго. А тут каждый раз. Почему? Потому что то, что здесь делается разврат такой. За это Господь сказал вечный огонь. И люди сами не знают, а пытаются напиться. Для огня. Себя спасти. И это он даже не понимает, человек. Но он так говорит. По поднятию ресниц, вот как ресницы, вот я опытный, допустим, гляну, я понимаю, что человек... Наклонность к блуду, к измене мужу. Это все. Библия так говорит, спорить не надо. Это главная книга мира. Книга, вот книга-хранилище. У нас библиотека. Корень-то, библиотека. Это же ясное дело. Вас будет очень трогать. И вы будете на нашем ютубе, вы ни один университет кончите. Там все показано и рассказано. У нас идут занятия по скайпу три раза в неделю. Я не могу вам скинуть здесь. А по скайпу зайдете, по скайпу. Я там скину вам. Вот одно то. Какой женщине не понравится быть брошенной, разведенной, руки в крови там обогренные. А для верующего у нас это нормально. Как у нас юноши одеваются, девушки. Это надо увидеть. У нее два платка. Старинная русская форма, как хиджаб. Платье до пола. У нас в брюках отдельно не ходят. Когда комары, тогда там под юбкой у нее есть надетая, там трико или что-то. Это особый мир. Притом не просто где-то подземно. У нас почти все заканчивают университеты с красными дипломами. А красный диплом это высшее уже. И это все вы увидите. Мы проехали с миссионерской поездкой 120 тысяч километров. Это три раза по экватору обойти. А кто это делает? Никто не сделает никогда. И это все бесплатно. Вот я начальник детского лагеря. Бесплатно 48 лет. И у нас главный лозунг висит. Россия должна встать. Второй лозунг. Россия-это мы. И дети скандируют. Россия должна встать. Россия-это мы. Вот такие вот кнопыши. Они знают, кто их телефон изобрел. Вот приезжает комиссия. Ни один не знает, кто телефон изобрел. А дети кричат, Мартин Купер. А кто интернет изобрел, тоже не знают. А они говорят, Тим Бернерс Ли. Кто губернатор? Кто премьер-министр? Это они божественно знают. И такое. Дети быстро усваивают. Но с ними надо возиться. У нас в лагере до шести раз в день купаются. На лодках катаются. На лошадях. Лазят по березам. Собираем травы лечебные. Ягоды. Дети все должны уметь. И у нас, когда играют, к девочке не имеет права пальцем никто прикоснуться. Так ее сохранить надо. И где у нас избушки, келья называется, напротив, пройти даже нельзя мальчикам никогда. И девочки, чтобы к ним не лезли. Они должны быть целомудренные. Не надкушенное яблоко. У нас ни одного развода нет. И в армию идут. Никогда до дедовщины нет. Почему? Мы молимся. Вот так, сестры. Видите, как часто вы пьете? Это система, вот эта рулетка. Вы знаете, кто изобрел рулетку? Его звать Андрей Терновский. Школьник, 15-летний. Он говорит, экзамены приближаются. Говорит, а у меня одни двойки. Я стал думать, что бы сделать. Вот это сделал. И сразу стал миллионером. В Америку уехал. Он даже разговаривать толком не умеет. И на Лазурном берегу живет. Одни двойки. Но вот это место сделал. Тут самое гнусное. Женщины трясут сиськами тут совокупляются мужики. Анонизмом занимаются. Ужас один. Мы пришли сюда. И мы говорим об этом. И мы говорим, люди, что вы делаете? Тут маленькому ребенку смотреть даже нельзя ничего. Тут процентов 90 мусульмане. Я говорю, а вы зачем? Ну вот познакомиться. Я говорю, не обманывай. У тебя дома разрешается иметь. Разрешается. По вашей книге. Разрешается. Четыре жены иметь. Но за каждую надо платить колым. А тут 44 голо и даром. И вы и южные жеребцы пашите на северных кобылах. Вот так. Спасибо вам большое за такую информацию. До свидания. До свидания. С Богом. Храни вас Господь. До свидания. До свидания.